Всем привет, уважаемые любители преддайвинга. В этом видео мы собрали самые глубокие нырки на задержке дыхания, которые показали девушки в классических ластах на чемпионате мира 2024, который сейчас проходит на корсике в Аячо. Открывает наш список наша соотечественница Мариана Гелеспи с заявкой 96 метров. Видимо, расслабленную Мариану, которая готовится к своему нырку. Мариану лежит на поверхности, лицом вверх. Очень расслабленная позиция, позволяет хорошо сконцентрироваться и расслабиться перед нырком. Мариана делает вдох, несколько довдохов и упаковка. Все очень расслаблено, неспешно. Переворачивается, заливает воду в капюшон и заныривает. Мариана держит руки стрелочкой, что позволяет ей еще лучше скользить под водой. И примерно на 18 метрах она убирает стрелочку, делает грибок руками, набирает два подряд маусфила, набор воздуха в рот, для того, чтобы потом продуваться, и начинает свое погружение. Очень расслабленная работа ластами. При этом уже достаточно глубоко, 50 метров, но она не бросает такую неспешную работу. Это ей позволяет удерживать лучшее положение тела. Здесь она пробует скользить, но чувствует, что ее немножко заваливает и подрабатывает ластами. Ничего в этом плохого нет, много сил не отнимает. Крупным планом нам показывают Мариану с ее золотым костюмом и розовым ошейником. Очень красиво. И спортсменка достигает заявленной глубины, мягко срывает тег и начинает всплытие. Здесь также работа ластом достаточно мягкая. Видно, что спортсменка не торопится вернуться с глубины. Вытягивается снова в стрелочку. Подводная камера тут немножко потеряла спортсменку. Нашла. У Марианы хорошая растяжка, ее стрелочка очень эффективная. Классная мягкая работа ластами в неторопливом темпе. Время нырка у нас уже немного больше двух с половиной минут. Осталось примерно 30 метров до поверхности. Вот ее встретили все страхующие, втроем ее сопровождают. Наверняка спортсменке уже спокойно, и она понимает, что она уже близко от поверхности. Мариана всплывает, снимает зажим с носа, снимает очки, показывает знак ОК. Все очень штатно, все очень легко. Такое ощущение, что она совсем не устала. Несколько циклов вдохов и выдохов, и спортсменка совсем остановилась. Показывает, что у нее есть тег, и принимает поздравления. Это лучший результат на чемпионате мира на Корсике. 96 метров, классный результат от Мариана. На наших экранах спортсменка из Америки. Энчанта Галларда с заявкой 91 метр. Энчанта очень сильная спортсменка. Несколько дней назад она пыталась нырять брасом очень глубоко, но потеряла сознание на всплытии. Надеемся, что сегодня все пройдет штатно, и она сможет показать хороший результат. Энчанта заныривает. Тоже вытягивает руки в стрелочку. На самом деле, не так уж часто это бывает. В основном спортсмены и спортсменки пренебрегают таким положением тела, потому что оно не очень-то и расслабленное. На 25 метрах Энчанта убирает руки из стрелки и принимает максимально расслабленную позицию. Также видим, что даже уже на 40 метрах, вот на 45 метрах пытается бросить, работает ластами 50 метров, все равно работает, подрабатывает. Не спеша, достаточно легко, но тем не менее. И вот с 60 метров уже начинается такое полноценное, свободное падение без работы ластами. Хорошее положение тела, хороший фрифолл, 80 метров, приближается спортсменка к заявленной глубине, вытягивает руку, срывает тег и начинает сплыти. Вот, потеряла трос из вида, нашла, молодец. Опять выводит руки в стрелочку, тоже хорошее положение рук, без домика. И очень расслабленная работа ластами, хотелось бы даже немножко, чуть собранней на этой глубине, но, видимо, запас по гипоксии позволяет начать работать медленно. Так же, как Мариана, она ныряла в очках и в зажиме. Более широкая амплитуда у нее, работа ногами, чем у Марианы. И вот, все сейфити уже ее встретили. Глубина примерно 20 метров. Подводный фотограф делает ей классные фоточки. Куда ж без них. Достаточно рано Энчанта кладет руку на трос. Иногда это играет со спортсменами такую злую шутку. Но здесь все хорошо. Очень спокойный выход. Быстрое исполнение протокола. Вот ей подсказывает, чтобы она дышала. Она показывает, что все со мной в порядке. Достает тег, чтобы все видели, что она нырнула в заявленную глубину. выглядит, как будто это все было для нее очень легко. И принимает поздравления. И обнимается со страхующими своими. Выглядит мило. Мы переключаемся на следующую спортсменку. шайка Эркуман из Турции. Заявленная глубина 86 метров. Это претендентка на третье место. Все у нас спортсменки готовятся лежа пока. Шайка заныривает. И тоже со стрелочкой. очень мягкая работа ластами. Можно сразу это увидеть и отметить. Классный вход. 15 метров. Убирает руки, делает грибок, набирает маус фил. И вот видите, что спортсменка из Турции после набора удерживает губы пальцами руки для того, чтобы маус фил не потерялся по дороге. Потому что видимо набирает его очень большим. И вот на 40 метрах убирает руку. Маус фил подуменьшился. Немножко такая растопыренная конечно позиция. Не супер обтекаемая. широко расставлены ноги. Широко достаточно расставлены руки тоже. Но тем не менее спортсменка в свободном падении погружается вниз. Хорошее расслабление. видимо что маус фил уже кончился и спортсменка немножко подобрала под себя подбородок чтобы было легче продуваться но достигла заявленной глубины сорвала тег и достаточно оперативно начала в свое сплыки. после того как немножко поднялась тоже вытягивает руки в стрелочку и начинает свое движение вверх. работает ластами с паузами это позволяет ей экономить силы и не забивать ноги. Встретил первый страхующий второй в целом все идет достаточно хорошо третий сейф 20 метров и вот на мой взгляд немножко рановато шайка опустила руки но видимо уже ноги устали вывела снова руки в стрелочку продолжает подъем и вот здесь совершила досадную ошибку поддельфинила ногами дело в том что во время ныряния в классических ластах спортсмен не может совершать дельфинообразные движения как моноласте это карается нарушением и вот в этом случае похоже тоже несмотря на то что спортсменка нырнула на заявленную глубину видим как она расстроена потому что понимает что скорее всего ей дадут красную карточку и так происходит судья показывает красную карточку из-за того из-за одного неправильного движения из-за того что совершила дельфинообразные движения очень обидно и на наших экранах следующая спортсменка талия дэвидов заявка 84 метра спортсменка заныривает у нас сегодня все ныряют со стрелочкой обычно такого не бывает опускает руки на глубине примерно 20 метров тоже придерживает маусфилл рукой немножко спортсменка тут заваливает и крутит вокруг троса талия ныряет в ластах молчанов вот такая позиция ну когда спортсмен явно держится да немножко за трос она с одной стороны такая комфортная в том смысле что ты можешь сильно расслабиться и ну не думать о том где ты относительно троса но с другой стороны вот спортсмена постоянно крутит вокруг троса и свободное падение может быть не таким эффективным как могло бы быть но спортсменка у нас дошла до своей глубины сорвала карточку и потихонечку начинает подниматься в целом в целом можно отметить что особо она тоже с этой глубины не торопится движение очень плавное и вот на 50 метрах вообще практически еле-еле гребет ластами очень медленно расслабленно иногда перестает ими грести совсем ее встретил страхующий на скутере ну честно говоря можно было и побыстрее всплывать нечего там сидеть вот три страхующих ее встретили и неожиданный маневр от талии на глубине 20 метров она сняла очки чтобы на поверхности было делать легче протокол ну а на 10 метрах еще и зажим тоже сняла чтобы на всплытии на это время не тратить очень буднично для нее это все выглядит по-моему тут работает на камеру и слишком активно дышит вот как будто бы для нее это очень легко точно играет на публику показывает свой тег очень довольна очень рада и принимает поздравления похоже третье место и вот витамир маричич пошел ее сразу обнимать витамир витамир